И начнем мы с трех дней, которые буквально потрясли Украину. Во вторник шокирующая новость. Аркадий Бабченко убит. В среду новость не менее шокирующая. Он жив. Ну а в четверг уже просто шквал реакций на спецоперацию СБУ, причем по всему миру. Надо сказать, что уже очень давно к новостям из Украины не было такого интереса и уже очень давно в нашей стране не было таких всплесков эмоций. В итоге вопросов море. Какие доказательства есть у правоохранителей, чтобы подтвердить все озвученные обвинения? Кто именно стоит за Борисом Германом, которого обвиняют в организации покушения на Бабченко? Кому еще грозит опасность? И можно ли было обойтись без такой большой драмы, которую разыграли спецслужбы? Попытаемся хотя бы на часть вопросов ответить сегодня. Ну а начнем с сюжета Инны Томиной. От печали до радости. На этой неделе безусловным лидером в информационном телепрокате стал детектив с участием Аркадия Бабченко. Сеансы с блушной магией с последствующим разоблачением. Аркадий, в студию. В главной роли российский диссидент, журналист Аркадий Бабченко. Режиссер, украинские спецслужбы. Все началось во вторник вечером. Трейлер появился в фейсбуке. Это рассчитанное, продуманное, спланированное и целенаправленное политическое убийство. Коллега Бабченко Айдар Муждабаев первым на своей странице сообщил страшную новость. Бабченко убит в спину в собственной квартире. Затем это подтвердила полиция. У него несколько раз стреляли. Забрали шутка допомога, но он не привезли до лекарства. Там он помер. Не жаль. Приехал и мертв. Мы тренировались. Мы показывали, как падает человек. Футболка моя до этого. Ее отвезли, надельно манекен пострелили. Кровь была настоящая. Кровь сильная. В это время к дому журналистам мчались друзья и коллеги, чтобы узнать хоть какие-то детали. Убили уже внутри квартиры. То есть, посмотрите, он был в квартире и открыл дверь? Нет, он возвращался. То есть возвращался, он вошел. Но это опять мои догадки. Он вошел в квартиру. Приехали в морг, перегрузили меня на каталку, завезли морг. И когда в морде ворота за мной закрылись, то здесь я уже воскрес. А в это время информационные каналы срочно меняли верстки. В соцсетях люди оплакивали погибшего. Запланировали вечер памяти на Майдане, а к посольству России принесли его портреты. На канале, где работал Бабченко, был траур. Мы приняли решение все-таки и фотографию поставить такую, какой он есть в жизни. Потому что он в жизни и на телевидении всегда был яркий, позитивный. Сидел в простыне и смотрел новости о том, каким офигенным парнем, оказывается, я был. О дерзком убийстве Аркадия Бабченко написали сотни мировых СМИ. Десятки должностных лиц сделали заявление. Об этом даже на совбезе ООН говорили. Но в 17.00 по киевскому времени служба безопасности Украины на глазах визумленной публике Бабченко воскресила. Я очень рад, что у вас такие эмоции. Эта инсценировка была необходимой мерой. Аркадий Бабченко – известный журналист, один из российских эмигрантов-диссидентов. В 2014-м активно освещал Майдан, а после преследований на родине уехал из страны. Сначала в Чехию, а в прошлом году осел в Украине. В СБУ стало известно, что Бабченко заказали российские спецслужбы. К следователям пришел киллер. Чтобы задержать организаторов, нужно было пойти на исценировку. Тайная операция длилась два месяца. Пока организатора не задержали, все было в строжайшем секрете. В курсе была только семья Аркадия. В результате организатор несостоявшегося убийства задержан. Бабченко спасен, а вместе с ним и еще 30 потенциальных жертв. Насамперед, все стосуются, звичайно ж, журналистов, громадских деятелей, публицистов, которые, как я уже сказал, публично критикуют российскую владу. Эта спецоперация стала самым обсуждаемым происшествием в мировых СМИ и соцсетях. Причем спектр эмоций был самый широкий. Вторничные некрологи уже в среду сменили анекдоты. Наспедоборон воскрес! Все упражнялись в остроумии. Аркадия Бабченко хоронили, два фейсбука порвали. Журналист стал интернет-мемом. А вот что касается всей спецоперации, то мнения разделились полярно. Кто-то называл операцию украинских спецслужб блестящей, кто-то жаловался на неприятный осадочек от псевдоликвидации. Всем тем, кто говорит про мораль, про то, что так нельзя было сделать, про этику. Друзья мои, давайте, когда к вам придут, скажут, что вот на вас заказ, когда вы будете знать, что деньги за ваше убийство уже проплачены, пожалуйста, отказывайтесь, говорите, я не буду в этом участвовать, моя этика выше всего этого. Пожалуйста, подплак вам в руки. Вообще, подобные инсценировки вполне распространимая практика в правоохранителей, чтобы поймать заказчика. К примеру, в феврале этого года в Харькове СБУ разыграло целый триллер. Чиновника горсовета на сутки объявили мертвым, чтобы выйти на организатора его несостоявшегося убийства. К слову, им оказалась женщина. Что касается истории с Аркадием Бабченко, проблема не столько в оперативном методе, сколько в широком резонансе. Так получилось, что информация об убийстве российского журналиста прогремела на весь мир. Даже термин «синдром Бабченко» появился. Мол, теперь одураченные медиа будут с недоверием относиться к новостям от правоохранителей. С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив. Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности. Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Но украинских правоохранителей такая реакция удивляет. Ведь цель, спасенная жизнь, оправдывает средства. И теперь для наших спецслужб главное предоставить мировой общественности железное доказательство целесообразности столь громкой псевдо-ликвидации. Храни. Но цветы ты можешь потом забрать, мне чуть подвяли. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности недели, телеканал Интер. Очень показательным было молчание главы государства во вторник, когда все думали, что Бабченко убит. Президент Украины стал одним из немногих официальных лиц, которые были проинформированы о спецоперации. Петр Порошенко встретился с Аркадием Бабченко, Василием Грицаком и Юрием Луценко сразу после того, как стало известно об инсценировке. Операция прошла успешно, и мы не дали им реализовать этот сценарий. Вы знаете, что я дав доручение главе Службы безопасности Украины организовать целую добовую охорону, и вашу, и родину, потому что Господа не успокоится. И у меня с этого привода, как и у тебя, нет никаких иллюзий. Но мы, наконец, научились защищать. Защищать страну, защищать ее граждан, и делать это надзвичайно профессиональными усилиями новой Службы безопасности, которая способна складывать и испытывать любые сложности. Я хочу висловить щиро благодарю нашим наземным партнерам, которые воспринимают любые проблемы в Украине как свои, и открывают сердце и душу для того, чтобы нам допомогли.